Для любого простого числа, дающего остаток 1 поделения на 4, существуют целые числа x и y, то есть вот натуральные числа x и y, для которых выполняется такое равенство. Так вот, самое красивое доказательство, самое простое, это доказательства с прямоугольниками, прорисованными квадратами, с мельницами, но сейчас, ну и другими словами, доказательства с использованием инволюции двух, геометрическая, измельченная инволюция и бибриджетская, но это вопрос. Сейчас я расскажу доказательства, что называется в духе теорема Вильсона, потому что, помните, у нас было такое число 2n в 3, при этом имело вето 4n плюс 1. И мы при помощи теорема Вильсона доказали, что а в квадрате плюс 1 делится на... Так вот, Лагранж сумел использовать, это сложнее, чем с квадратами, но все-таки давайте разберем несколько доказательств, для того, чтобы вам было ясно, что это можно делать по-разному. Лагранж сумел использовать вот это число для того, чтобы получить вот такое радость. Замечательное совершенно разное обсуждение, простое, но, слава, не угадывается, честный слов. Давайте рассмотрим всевозможные числа видов х плюс ау, где число х от нуля до корня искусства. Подумаем, собственно говоря, сколько у нас вариантов для х. Это 0, 1, 2 и так далее, целая часть корня искусства, да? То есть вариантов для х в точности целая часть корень искусства плюс 1. 1, это вот этот номер. Значит, вариантов для х больше, чем корень искусства. Корень искусства – это число не целое, но тем не менее. Точно так же, вариантов для у больше, чем корень искусства. Значит, всего таких чисел будет, если точную форму не писать, то вот столько штук. Но мне важно, что это больше, чем корень искусства в квадрате, то есть больше, чем у штук. Все понятно. Но сколько всего остатков от деления на х? Ку-1. Не нынешних остатков, всего остатков у штук. Господа, это означает, что обязательно среди таких чисел найдутся два с одинаковым остатком. Остатков ку, чисел больше, чем ку. Значит, среди них какие-то два числа дадут один и тот же остаток. Отпишем, х1 плюс ау1 дает такой же остаток, как х2 плюс ау2. Это значит, что если мы перенесем х налево, а у направо, то получим следующее. х1 минус х2 это а умножить на у2 минус у1. Господа, удивительный образом, до завершения доказательства остаток квадратный секунду. Что мне теперь нужно сделать? Обозначить х1 минус х2, буквы х. у2 минус у1. Соответственно, буквы у. И мы получили замечательную вещь. х сравнимо с ау по моду и руку. Возводим в квадрат. х2 сравнимо с а2 у2. Но а2 это минус 1. Значит, можно вот это а2 убрать. И здесь получается просто минус у2. То есть, х2 плюс у2 делится на ку. Обратите внимание, х2 плюс у2 это не ноль. Потому что, чтобы х и у были нулями, нужно, чтобы х1 равнялась х2, а у1 равнялась у2. Такого у нас нет. То есть, это не ноль. Но при этом сумма квадратов на ку делится. И еще. х меньше, чем корень из ку. Почему? Потому что х1 лежала от нуля, до корень из ку было меньше, чем. х2 тоже. То есть, разность меньше, чем корень из ку. И то же самое. y тоже по модулю меньше, чем корень из ку. Число х может быть отрицательным, но все равно по модулю меньше, чем корень из ку. и у тоже самое по модулю меньше, чем корень из ку. Значит, вот это меньше, чем ку, это меньше, чем ку. И сумма квадратов меньше, чем 2 ку. Число делится на ку, при этом оно больше нуля и меньше, чем 2 ку. Все. Значит, х2 плюс ух2 это точно ку. Вот, вот так и стало Лагранжа. По-моему, это совершенно замечательно. То, что мы использовали, называется принцип Дерекле. Правда, Дерекле жил существенно позже Лагранжа. Но, тем не менее, как видите, Лагранж весьма бойко использовал этот самый принцип. И, по-моему, это красиво. Так, хорошо. Хорошо. Такой вот способ для... Кстати, заметьте, мы ее теперь доказали. То есть, все, все, тиарин ферма Эйлера у нас теперь уже не гипотеза, а тиарин.